315 тенге за одну тонну. В Северном Казахстане установили предельную цену сушки зерна на элеваторах. Приняя такие меры, чиновников вынудили факты спекуляции на хлебоприемных пунктах. Их владельцы из-за возникшего ажиотажа начали повышать стоимость услуг. Оперативно решать эти или другие проблемные вопросы, касающиеся сложной уборочной кампании, теперь будут специально созданы штабы. Нургуль Ахмедова продолжит. Идет третий месяц уборочной страды, а погода всерьез испытывает хлеборобов северного Казахстана. Летом поля дождем заливало, а осенью снегом накрыло. Но аграрии не сдаются. Сейчас на полях грязь, и комбайны могут заехать сюда только тогда, когда слегка подморозит. И каждую такую возможность крестьяне стараются использовать по максимуму, то есть работают с раннего утра и до глубокой ночи. Максим Древов механизатор со стажем, но такой сложной уборки, говорит, не видел давно. Из рассказов старших знает, что нынешняя страда напоминает 1969 год. Тогда тоже хлеб собирали по снегу и по морозу, только условия были еще сложнее. Старшие поколения рассказывали, что было такое время, когда работали на СК-4, они вообще были без кабин. Представьте, еще и снег лежал, морозы, в шубинках, в шапках. Поэтому я считаю, у нас сейчас условия просто идеальные. На полях Владимира Очерединка комбайны вышли на финишную прямую. Из 4,5 тысяч гектаров убрать осталось около 200. Без потерь не обошлось, говорит руководитель хозяйства. Но аграрий рассчитывает, что убытки ему компенсируются новой закупочной ценой. Я провожу уже 40-ю уборку. Но вот на моей памяти не было такого случая, чтобы в период уборочной кампании государство обнародовал такую цену хлебу. С такой ценой не может быть разговора об убытках. 58 элеваторов Североказахстанской области работают круглосуточно. Нагрузка большая, КАМАЗы выстраиваются в очереди. Влажность поступающего зерна достигает 40-45%. На некоторых хлебоприемных пунктах решили воспользоваться ажиотажем и чуть ли не вдвое повысили стоимость услуг. Возникла проблема удорожания стоимости услуги на сушку. Поэтому сегодня мы провели селектор с участием всех руководителей элеваторов. Предельная цена по нашей области будет 315 сенге и больше не будет за одну тонну сушки. Для сушки зерна североказахстанским аграрием выделено дополнительно 18 тысяч тонн удешевленного топлива. В районах созданы специальные штабы, которые оперативно решают вопросы. По словам чиновников, урожай еще не убран на территории 600 тысяч гектаров. Это чуть меньше 18% от всей площади. Завершить страду аграрии намерены в течение 10-12 дней, при условии, если погода не подведет. Дургуль Ахметова, Туля Ген, Иманов, Руслан Илеев. Североказахстанская область.